Будем обсуждать роль государственности Республики Саха-Якутия в нынешней ситуации и роль муниципальных образований в этой связи. И у нас в студии Анатолий Петрович Антонов, председатель районного собрания депутатов муниципального района Хармгланский УЛУС. Анатолий Петрович, добрый день, рад вас видеть. Добрый день. Ну, в первую очередь, хотел бы, конечно, выразить слова уважения в силу того, что вы уже три Сузова являетесь депутатом районного совета. И в нынешнем созыве вас избрали председателем. Ну, мы встречаемся накануне Дня государственности Республики, который ежегодно отмечается 27 сентября. И он связан, безусловно, с принятием Декларации о государственном суверенитете Республики, Верховным Советом Якутской СССР 12-го созыва. И, конечно, в первую очередь, хотелось бы задать вам вопрос. Вот вы относитесь к поколению, новому поколению руководителей. Может быть, вы даже выросли за этот период. Вот в 90-м году кем вы были и вообще вот ваше отношение к этому фундаментальному документу? — Спасибо большое за вопрос, Александр Николаевич. К этому историческому документу, конечно же, безусловно, я отношусь положительно. В 90-м году я был студентом Челябинского агроинженерного института. Тогда еще назывался Чемисха. Ну, с 27-го сентября 90-го года начался новый этап для нашей республики в истории государственности нашей республики, когда при активной поддержке нашего населения, нашей республики, Верховным Советом Якутской АСР под руководством нашего первого президента Михаила Федоровича Николаева была принята Декларация о государственном суверенитете Якутской АСР. Тем самым в лице высшего органа нашей власти взяла самую большую ответственность в то время непростое, время перемен, помните, да? И в очередной раз, я считаю, подтвердила свою приверженность Якутии быть в составе новой Российской Федерации. Как вы помните, это я почему-то сложный, потому что все новое, оно всегда считается для человека непонятным, что-то, да. Мы перешли, наша экономика пришла из плановой экономики в рыночные отношения. Это сейчас практически все мы знаем, что такое акции, что такое экономические термины и так далее. Тогда сложно было, да? Ну и с одной стороны, так как вот я свои ощущения скажу, я вот молодой был, студент, потом закончил. И вот все вот в 90-е годы все переобразования и в экономике, и в политической жизни нашей республики. Много было уже позволено, были большие перемены. Если в советское время тогда был дефицит многих вещей, да, и продуктовым, и то, тут все было, и можно было заниматься предпринимательской деятельностью и так далее, да? Ну, конечно, вот действительно вы правы, этот документ является фундаментальным, поскольку он создал первоосновы для разработки текста новой конституции республики Саха-Якутия. И, как говорится, я как свидетель тех событий, поскольку четыре года работал бок о бок с Михаилом Ефимовичем Николаевым, сначала в качестве помощника председателя Верховного Совета, последующем с 92-го года руководителем администрации президента. И я могу отметить, что благодаря принятию декларации о государственном суверенитете республики мы вышли абсолютно на новый уровень понимания государственности. И я помню, что вот именно в 90-м году, в мае месяце, Михаил Ефимович выступал содержательным докладом на пленарном заседании Первого съезда народных депутатов России, где очень четко поставил вопрос о необходимости дать больше прав автономным республикам, поднимать их статус, политико-правовый статус. И с этой точки зрения, конечно же, Михаил Ефимович был очень активным человеком, продвигал. И нам очень приятно то, что нынешнее поколение руководителей понимает все эти вопросы и участвует в реализации тех приоритетных задач, которые были тогда поставлены. Я помню, что Верховный Совет 12-го созыва, который мы называем легендарным, состоял из 165 депутатов. Это были депутаты, которые впервые были избраны на альтернативной основе. То есть на конкурентной основе. Раньше депутаты избирались, будем говорить, по квоте обкома партии, чтобы там были доярки, чтобы там были инженеры, врачи, руководители каких-то общественно-политических объединений и так далее, секретарей райкомов партии. А здесь альтернативные выборы в каждом избирательном участке. Люди выдвигали, политические, общественные объединения выдвигали. И это было действительно интереснейшее время. Ну вот, конечно же, в рамках того, что в этом году мы отмечаем столетие республики, и мы понимаем, что развитие государственности во множестве своем зависит от деятельности муниципальных образований. И мы знаем, что Хангласский ЛУС является одним из таких, ну, можем сказать, даже образцовых муниципальных образований, где всегда проходят различные семинары, научно-практические конференции, обмен опытом. Там всегда у вас есть гости, да, и приезжают и депутаты Государственной Думы, член Совета Федерации. Вот в практике деятельности вашего районного совета депутатов, что является приоритетным, какие формы работы вы используете? — Спасибо за вопрос, Александр Николаевич. Хочу сказать, ну, немножко расскажу о нашем районном совете депутатов. Я вот являюсь депутатом третий созыв. В первые созывы я был заместителем председателя районного совета. И в 2018 году меня коллеги выбрали председателем районного совета. И у нас сейчас работает 25 депутатов районного совета. Если по-политически это посмотреть, все руководители фракций, у нас 4 фракции, да, все, вот начиная от Единой России, Справедливости, Коммунистической, КПРФ, ЛДПР, все руководители, они являются депутатами районного совета, 25 депутатов. Но, несмотря на это, мы при рассматривании вопросов на сессиях, на различных собраниях, мы как единое целое, как одна команда работаем. У нас никогда не возникает там, ну, есть, конечно, споры, вопросы, это все-таки работа. Но мы работаем как одна команда для процветания, для благополучия нашего развития, развития нашего родного района, ну, и, конечно же, республики. В 2018 году мы создали совет представительных органов Хангаласского улуса, чтобы совместно, ну, конструктивно и плодотворно работать в этом направлении, куда вошли вот депутаты муниципальных образований нашего улуса, да, со всех наследов, также города Покровска, поселка Масаллоха. И также очень плотно работаем, совместно работаем с нашими депутатами государственного собрания Илтумен, нашими народными депутатами. И вот этот совет является у нас консультативным, чтобы не варились в собственном соку, а всё-таки совместно вопросы очень серьёзные, нормативные правовые акты. Вот от нашей работы, как и от администрации улуса, зависит развитие нашего района. Мы понимаем это, чтобы совместно работать, решать те вопросы, которые сегодня ставятся, актуальные, да, очень острые иногда бывают, которые население наше ставит. Также отвечать на новые вызовы жизни, которые у нас есть, да. Сколько вы сессий провели, и на ваших сессиях какие вопросы рассматриваются? На сессиях районного совета? На сессиях? Да, в вашем созове. Сейчас у вас получается какой по счёту созов районного совета? Шестой созов районного совета депутатов. В шестом созове сколько вы провели сессий, какие вопросы являются приоритетными, наиболее актуальными, на ваш взгляд, который влияет, как вы сказали, на ход социально-экономического развития улуса. Ну, я знаю, что вы бюджет, да, утверждаете районный, да, налоги, местные налоги и так далее. Ещё какие вопросы бывают? Да, мы провели на сегодняшний день, ну, ежемесячно мы проводим по одной сессии, ну, где-то полтора-два месяца, да, 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 хотя вот по регламенту не менее одного раза в квартал, да, достаточно часто, ну, и зависит от вопросов, которые вот иногда необходимо собраться, там, неочередная сессия у нас проходит, да. Мы, ну, основная работа наших депутатов, да, это работа на сессиях, в основном утверждаем бюджет нашего района, да, налоги местные и другие вопросы социальные значения, которые необходимы для улуса. Также софинансирование различных государственных, муниципальных, республиканских программ. Принимаем различные нормативные правы, акты, вносим изменения, изменения в устав нашего района, который вот у нас жизнь не стоит на месте, и законы меняются у нас, да, и приводим в соответствие с федеральными законами Российской Федерации, с нашими республиканскими законодательствами, вот, различные порядки, регламенты, нормы принимаем. Ну, и вот, вот как только я поступил, не поступил, избрался председателем района, я вот как пример скажу, да, сразу же, Светлана Алексеевна, у меня депутаты все очень активные, с активной жизненной позицией, действительно, их выбрал народ. Вот у нас большой волос, да, и у нас население очень мудрое, ну, везде все люди, и просто так не выбирают. Действительно, вот этот человек будет за население работать, и сразу мне документ, депутатский запрос. А тогда вопрос очень острый стоял, наверное, он актуален для всех, в том числе для города Якутска, для центров по алкомаркетам. Она как раз представитель в социальной сфере работает, да. И это очень вопрос стал острый, когда мы рассматривали расстояние от алкомаркета в метражах. Да, да, да. И мы совместно с депутатами, совместно с администрацией, общественностью, очень положительно, ну, без больших этих, в течение полгода решили этот вопрос. Ну, это здорово. Вот мы буквально сейчас на некоторое время прервемся на рекламную паузу, потом продолжим наш интересный разговор. Мы продолжаем нашу передачу в рамках программы «Конституция. Мы». И, конечно же, для нас очень важно понимать, что вот проводя такого рода передачи, мы каждый раз раскрываем, насколько реально у нас реализуются те или иные конституционные положения. И сегодня как раз речь идет о роли муниципальных образований, о реализации прав граждан на реализацию местного самоуправления. И у нас в гостях председатель районного совета депутатов муниципального района Ханглазский УЛУС Антонов Анатолий Петрович. Ну, давайте продолжим наш разговор о деятельности вашего районного совета вот в нынешнем шестом службе под вашим председательством. Да. Ровно два года назад, в 2020 году, наш районный совет депутатов отмечали небольшой юбилей. 25-летие. В 95-м году у нас первый созыв был избран. Мы, так как это пандемия была, мы в первую очередь проводили по ВКС. Наверное, ВКС это уже на войной жизни останется. С одной стороны, это удобно, то есть дальние эти, с другой стороны, неудобно. Но мы все-таки провели торжественное собрание, да, по ВКС, ну, и по ВКС, и очно-заочно, можно сказать. Спасибо вам, Александр Николаевич. Всегда на наших мероприятиях участвуйте. Вы, как коллега тоже, депутатом государства, собрание «Лутмен» тоже являлись, являясь председателем городской думы, города, якутской столицы нашей, да. Очень хорошо поздравили. Мы пригласили также ветеранов, и всех по ВКС участвовали, все депутаты представительных органов, всех созывов нашего района. Особенно ветераны, старшие, по крайней мере, очень рады были, да. У нас есть депутаты, которые все пять созывов являются депутатами. Аксакалы, можно сказать, Борис Петрович Прододьяконов, он многие годы председателем района совета был, и является всех созывов депутатов районного совета. Также хочу, к юбилею мы выпустили книгу. Ну, это новейшая история. Конечно, история у нас глубокая, и представительным органам. Но вот новейшая история именно районный совет депутатов, муниципальный район Хангалацкий и УЗ, выпустили книгу, где каждого, был представлен каждый депутат районного совета, фотографии, его биографии, воспоминания. И я лично, ну, так как пандемия была, мы не смогли встретиться со многими, да. Есть кто за пределами республики и так далее. Но я хочу сказать, что 98% я каждому депутату всех шести созывов вручил лично. Да, и вот у памятника, у кого выучал, там, через родственников и так далее. И очень приятно было, кто в первых, особенно, созывах работал. Еще хочу сказать, во втором созыве, когда у нас уважаемый Анатолий Анатольевич Добранцев главой был, да, и Сарглана Астрельдина у нас, председателем районного совета была, впервые прецедент произошел. Ну, исторически, можно сказать, да, при поддержке тогдашнего главы Анатолия Анатольевича. И обсуждали это общественность. Вот конституционный суд проходил в Хангаласском Улусе, в третном зале. И было, мы победили, и было решение, чтобы представитель орган будет работать как отдельное юридическое лицо. С освобожденным председателем. Это исторический момент, скажу, сказать, в местном самоуправлении, особенно представитель органов власти, да. И после этого, ну, это как первым всегда тяжело. Ага, вот и пробили. Это в 2003 году было, как раз когда у нас новый закон вышел об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, да. Вот мы одни из передовых были, наши, можно сказать. И после этого стали разделять. А до этого же был и глава ЛУСа, исполнительной власти, являлся и председателем районного совета депутатов. Вот, это вот хочу напомнить. Интересный момент. Также мы провели уже в этом году второй форум депутатов представительных органов Хангалатского УЛСа. Первый мы провели в 2019 году. Мы тогда решением районного совета депутатов год, трехсотлетию со дня рождения, Сафрона Сыранова объявили год. И в рамках этого проведения совместно с администрацией УЛСа, управлением культуры нашего УЛСа, историками, краеведами, депутатами муниципальных образований, также депутатами районного совета, провели первый форум, посвященный трехсотлетию и юбилею Сафрона Сыранова. В рамках форума было три стола. Модераторами являлись и депутаты районного совета, и наши уважаемые приглашенные. Вот один из столов, он был посвящен Сафрону Сыранова, который назывался «У истоков идеи самоуправления». Это очень интересная личность, я про него много изучал. К этому году у нас была выпущена книга нашим земляком Борисовым, доктором исторических наук. Также выпущен документальный фильм нашим краеведом про копию Романовича Многовицына. Также много мероприятий было. И также, помните, в Сахотеатре был поставлен... Нет, торжественное собрание было, и наш отрывок народный... Театрализованное представление. Очень хорошее, да. И эсэх был посвящен именно Сафрону Сыранову. И вы воссоздали исторически, во что одевались наши предки. Мои земляки, наши рукодельцы, народным творчеством, которые занимаются, в Немегунске, они воссоздали картину Носова, эсэх. Да, да. Это было замечательно. И мы и сшили, вот всю зиму сшили костюмы 17-18 века. И очень красиво было, как будто вот эта картина ожила. А в этом году, вот вся наша республика отмечает 100-летие образования автономии, Якутийская АССР. И в рамках этого года мы провели, мы организовали, вот план у нас есть, да, план работы, посвященный 100-летию автономии нашей республики. И вот в рамках вот этого года мы провели второй форум представительных органов, депутатов Хангаласского УЛУСа. Ага. И он был посвящен 100-летию автономии нашей республики. Также, вот хочу сказать, 13 февраля, у нас еще юбилейный год, 13 февраля этого года исполняется юбилей 85 лет нашему первому президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву, выдающимся государственным деятелям, очень много уважаемому. И один из столов он был посвящен вот именно Михаилу Ефимовичу Николаеву, где вот модератом и как раз основным докладчиком выступал Николай Барагимыгин. Очень интересно. Было... Ну, также приняли резолюцию, вот на резолюцию. Вот это мы провели вот 15 марта, и как раз вот на этом... на санкции как раз объявили же, да? Объявлено на... И вот как раз обсуждали продовольственную безопасность. Прямо в резолюции это было написано. И также провели акцию в поддержку... Как раз там началась эта, да? Операция, спецоперация на Украине, и мы участники форума, депутаты районов, все это, и депутаты муниципальных образований, наслевов наших, да? И ЛТМН. И провели акцию в поддержку руководства нашей страны и президента Владимира Владимировича Путина. Ну вот в этом году ну вот вы упомянули 300-летие Сафрона Сыранова, выдающегося деятеля, который действительно очень многое сделал для того, чтобы Якутия развивалась более такими хорошими темпами, более цивилизованно. И в этом году у вас в Улусе год исторической памяти. Вообще, конечно, вы, наверное, суммируете роль тех или иных деятелей, выходцев из Ханглазского Улуса в развитии Якутии, в развитии государственности. Что по этому поводу могли бы вы сегодня отметить? Да, в этом году в нашем районе главой нашего Улуса Олега Малерьевича Иринею объявлен год исторической памяти. И действительно, вот она, вот, я думаю, очень правильно, как раз мы год республика, вот, столетие отмечает, юбилей, и год исторической памяти, да. История развития вот, Якутия, нашей Якутии, да, немаловажный роль, конечно, хангаласов. Это вот от истоков, начиная от Дагына Дархана, да, тогда свое, можно сказать, самоуправление вот начинали. Вот тогда, может, государственного не было, но первые шаги были сделаны. Сафрон Натзранова, Мазары Базекова и многих-многих других, и которые в советское время работали, да, и в этом году в каждом наследии вот своих героев очень много работы провели наши администрации муниципальных образований, депутаты, общественности, да, вот, допустим, текстуре Алексея Дмитриевич Широких, да, который является помощем Аюнского, да, Аюнского, заместителем председателя Соборова. Первая наркома Дарханова Ивана Николаевича Скрябина, также Софья Петровна Сидоровна, она являлась легендарной, да, легендарной, являлась председателем президиума Верховного Совета Якутского СССР, да, Лешетникова и многие-многие другие, Зои Васильевны, которые посвятили свою жизнь своей малой родине, Хангаласскому Лусу и также нашей республике, во благо, да, они свою жизнь, свой опыт, свое умение, все-все посвятили. И до Михаила, ну, не до, есть, конечно, еще и Михаил Ефимович Николаев. Вот я вам скажу, у нас малый зал, малый актовый зал, называется «Портретный зал». и по-географическому, можно сказать, и, самое главное, богат такими личностями, ну, и людьми. Да, я с вами абсолютно согласен, Анатолий Петрович. Я думаю, что вот год исторической памяти как раз должен содействовать тому, чтобы на примере старшего поколения нынешняя молодежь тоже вот имела такое чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, и это очень важно. Хорошая инициатива, мы прервемся буквально. Еще раз добрый вечер, мы продолжаем нашу передачу в рамках программы «Конституция. Мы». У нас беседа с Анатолием Петровичем Антоновым, председателем районного совета депутатов муниципального района Хангласский Улуж. Ну вот, скажите, пожалуйста, этот год, конечно, для нас очень важный, поскольку мы отмечаем столетие образования Якутской Республики, и в этом году решением нашего Илдархана «Год матери», решением президента Российской Федерации «Год культурного наследия народов Российской Федерации». Наверное же, в Хангласском Улуже тоже проводится ряд мероприятий, посвященных этим датам. Расскажите немного об этих событиях. Хорошо. Спасибо за вопрос, Александр Николаевич. Действительно, у нас в нашем Улуже утвержден еще в прошлом году план работы, именно проведения вот этих дат, столетия образования Якутска, СССР, также вот очень много мероприятий на Слегах и в Улуже проводятся, это я скажу, посвященные годы матери, также у нас в Лусе, вот по каждому этому году у нас есть утвержденный план. И каждое управление, каждое муниципальное образование работает по этому плану. Столетие, вот вы все знаете, в 18-м году по правительству было поручение, да, и поручение вышло, вот распоряжение, чтобы в 18-м году, в 100-летию, вот в 22-м году построить и ввести в строй социальные значимые объекты. Вот, некоторые объекты и вошли и в нашем Хангаласском Улуже. Это вот, хочу отметить, это третья школа, да, на 420 мест в городе Покровске, самая, ну, в Улуже, можно сказать, большая, просторная, красивая, где вот наш народный депутат Алис Завидович был, работал, генподрядчиком был. Также очистительный водозабор в городе Покровске, многие годы этот очень остро стоял. Мечта по Кравчану. Мечта по Кравчану, да. А чистая питьевая водительница. Также строительство школы-сада в селе Актёмцы, которую мы открыли в прошлом году, и где я хочу отметить, что строил генеральным подрядчиком, был выпускник Актёмской школы Андрей Джуревич, Андрей Джуревич, знаете, СТ, да, ООО СТ, группа компаний. И я хочу сказать, ну, одна из лучших школ нашей республики. Такие качественные, всё качественно, начиная от материалов, от оснащения и так далее, да. Также строительство, вот мы в этом году открыли, да, строительство Малой Академии Наук с интернатом на 100 мест для учащихся, сами знаете, Замечательно. Также пристрой музея Михаила Ефимовича Николаева архиве, да, это мультимедийного зала, где сейчас вот 27-го к Дню государственного пройдёт вот именно торжественное собрание, которое организует Агиб правительства, да, и государственное собрание Утмэн. Это такое место, тоже очень красивое. И эти объекты, которые я назвал, они уже введены в эксплуатацию. Сегодня вот, если вот мы говорим про социальные объекты, сегодня, буквально сегодня, в 10 часов открывали, забивали золотую первую свадью в тех тюрах для строительства детского сада на 90 мест приезжал наш Елдархан Осень Сергеевич, там все очень рады, тоже там детский сад очень старый был, ветхий был, вот благодаря нашему руководству республики Осень Сергеевич, руководству нашего района, населения, общественности, да, ставили этот вопрос давно, забита первая золотая свая, и хотя она уже вошла в бюджет республики в 24-м году, но его генподрядчиком тоже будет наш урожайший села Техтюр, генеральный директор АЭП Капитал, Борисов Наполевич, тоже очень за свой счет начинает строить, очень хорошо, когда такие патриоты, руководители, предприниматели есть, это вот, думаю, это очень правильное решение, также вот в этом году должна построиться у нас школа в Идеи, Идея это у нас находится в труднодоступных, знаете, да, южных, южных, куст наших муниципальных образований, в этом году, в этом году у ЛУЗ и мы утвердили на строительство школы, новой школы в Улахане, 5 миллионов 800 на проектирование, это уже начало, да, одна из старейших, она, одна из старейших школ, 125-летие, отмечают юбилей, поэтому тоже ставили население давно эти вопросы и вот по мере возможности вот благодаря вот государственным программам, национальным проектам, руководству нашей республики вот воплощаются такие значимые социальные объекты строя и много-много других. Вот про медицину скажу, да, в прошлом году, в этом году построены 5 объектов, да, новая скорая помощь была построена, амбулатории в различных муниципальных образованиях нашего района, также 10 единиц новой техники скорой помощи, а также вот КАМАЗы, помните, поступили диагностические, да, даже с рентгеном, вот такой вот поступил, вот, новое здание КТ, то есть людям не надо ехать в Якутск, могут вот все это в Покровске. Полностью обследоваться. Да, по образованию, вот буквально летом, в августе месяце мы открыли филиал Неронгеринского медколледжа, благодаря инициативе главного врача, вот Неронгер Петровича, Олега Вареевича, руководства нашего УЛУСа, да, управления образованием, вот, и на базе третьей школы как раз директором является наш депутат районного совета, Владислав Владимирович Капитонов, открыли вот филиал, и в этом году такой, ну, как говорят, 35 уже абитуриентов есть, обучение 3 года 8 месяцев, есть также из разных УЛУСов студенты из нашего района, и я думаю, тот персонал, медицинский средний персонал будет необходим, вот, удовлетворен нашему УЛУСу, допустим, особенно у нас в дальних на слегах, в южных на слегах или заречных люди ставили вопросы об аптеках, но когда стал вопрос, ну, нашли, кто может из предпринимателей вот работать, да, ну, многие не хотели, и стал вопрос вот как раз дефицит кадров фармацевтов, и все равно это очень хорошее решение, считаю, да, что у нас, а насчет образовательных, у нас также есть колледж в Покровске, знаете, он сейчас базируется вот в школе номер 2 на втором, третьем этаже. Антон Петрович, вот вы сами сторонник здорового образа жизни, ну, вообще сейчас, конечно, мы живем совершенно в новых реалиях, очень важно обращать внимание на вопросы патриотического, физического, правового воспитания молодежи, вот в этой связи, что бы вы могли посоветовать молодежи, и какая работа проводится в вашем УЛУСе в данном направлении? В нашем УЛУСе проводится действительно правильно заметить, большая работа именно в развитии спорта, для этого у нас и пример есть, Леонид Спиридонов, да, наш олимпист, который участвовал на Олимпиаде, самый известный, можно сказать, и в этом году мы открыли зал имени Леонида Спиридонова, прекрасный зал, где будут проявиться различные соревнования, не только по вольной борьбе, но и по Сагайо, знаете, у нас большие есть республиканские, можно сказать, спортивные мероприятия проводим, соревнования, Канас Хабсагайо, который ежегодно собирает со всех уголков нашей республики, сильнейших борцов нашей республики, также Кубах НХЗ, тоже очень большой вот наш предприниматель, меценат Вячеслав Нестеров, группа компании НХЗ, тоже проводит, это, несомненно, развивает спорт среди молодежи, также мы развиваем и такой спорт, массовый спорт, действительно, чтобы все люди должны заниматься спортом, да? А вот нормативы ГТО? Нормативы ГТО в школах и на предприятиях проводятся. Вот если про районный совет депутатов сказать, да? Про депутатов мы ежегодно проводим спартакеду по 7-8 видам спорта, где ставят, участвуют все депутаты муниципальных образований, депутатов районного совета и всегда проводим в разных местах. Вот в этом году мы провели в Качакацах. До этого в Бестях и провели. Это целый праздник. Вот в следующем году в Покровске собираемся, да? На два дня. И избиратели видят, в какой форме находятся их депутаты. Да, я сам всегда участвую. И это вот ежегодно проводится государственное собрание Малтумен, проводится спорта, Петрович, ну вот, к сожалению, у нас время заканчивается, вот, накануне дня государственного государственности. Хотелось бы от вас услышать пожелания в адрес всех якутиян накануне дня государственности. Какие у вас будут пожелания? уважаемые земляки, жители республики Саха-Якутия, я всех вас от имени депутатов Хангаласского Луса от себя лично поздравляю с Днем государственности вот, да, в нашей республике Саха-Якутия, да, желаю всем счастья, благополучия, мира и добра. Спасибо вам, Анатолий Петрович, я присоединяюсь к вашим поздравлениям действительно всех якутиян с предстоящим Днем государственности, давайте будем едиными, будем поддерживать политику российского государства и развивать республику.